Друзья, всем привет! 21 ноября на дворе зима близко, помимо зимы близко НДС 20%. Повышение цен на автомобили, повышение цен на колбасу, на все цены будут повышаться. Тем не менее, автопроизводители продолжают стараться для нас и делать новенькие автомобили. Так, например, сегодня к нам приехал Hyundai Santa Fe с дизельным двигателем. Вот такой красавец у нас стоит. Смотрите, базовая версия такого автомобиля сегодня начинается с цены 2 миллиона рублей. Все потому, что пока что они все идут с полным приводом. Топовая версия, самая максимальная, стоит 2 миллиона 850 тысяч рублей. В нашем случае версия в комплектации практически предмаксимальная. Есть все за исключением некоторых, скажем так, ништяков, например, панорамы нет. И вот этот автомобиль стоит примерно 2 миллиона 600 тысяч плюс. Ну, там уже, можно сказать, с копейками. Человек его забрал со скидкой 130 тысяч рублей. До последнего не верил, думал, где ты сейчас обман, будет какой-то подкол. Тем не менее, нет, скидку сделали. И вот автомобиль стоит перед нами. Давайте посмотрим, за что просят такие деньги. И что же нам подарил новый Hyundai Santa Fe. Погнали! Но прежде чем мы начнем, стой, 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 не мотай. Никакой рекламы не будет. Хотя есть оплаченные выпуски. Просто хочу сделать 3 анонса. Друзья, первое. Снимаем вторую серию про газ. Все те, кто катаются по Москве и Московской области на газу, и им недовольны, вам есть что сказать, пожалуйста, напишите мне на почту. Ее вы сейчас видите на экране. Есть для вас хорошее предложение. Можем бесплатно для вас сделать диагностику, выяснить, в чем у вас проблемы. Возможно, это можно решить. Второе. У нас на носу интересное интервью с мастером антиугона Андреем Кондрашовым. Скоро мы к нему поедем. Поэтому всем, кому интересно, кто знает, что это за человек, что он делает авторские сигнализации, пишите, какие вопросы задать ему. И третье. Специально для вас, зная, что в стране начинается самая натуральная жопа, я готовлю интересный сюжет, как купить автомобиль в кредит. Я вам прям детально покажу, где вас обманывают, какие сейчас вообще нынешние условия и какой кошмар творится на рынке автокредитования. В общем, не будем размазывать кашу по тарелке. 2018 год, четвертое поколение. Два мотора представлены нам на Россию. Бензин и Дизи. По внешнему виду разные комментарии люди пишут. Кто-то говорит, что вообще машина некрасивая. Кому-то она напоминает джип, кому-то она напоминает инфинити. Некоторые говорят, что это вообще как обычная помесь. Я же сказал бы так, что автомобиль, когда вживую стоишь возле него, он действительно красивый. Он мощный автомобиль. Но единственное, что меня здесь смущает, это значок Hyundai. Потому что все равно, знаешь, такой отголосочек есть. Hyundai, то есть кореец, не особо дорого. Но с другой стороны, от 2 миллионов до практически 3 миллионов дошли цены. В 2013 году за практически 3 миллиона можно было купить Land Cruiser 200. Можно было купить X5. А сегодня эти машины стоят больше 5 миллионов рублей. Поэтому смотрим, что нам дают корейцы. А корейцы нам дают действительно свеженький вид. Вот, я думаю, многие из вас смотрели обзоры на этот автомобиль. Многие уже знакомы с этим автомобилем. Но в любом случае, когда смотришь на него, изначально вот эта вот, кажется, новая такая оптика диодная. Я тоже подумал, что это фары. Но это просто дневные ходовые огни. Фары натуральные у нас вот здесь. Это диодная оптика. Я спрашиваю у владельца, покатался ночью уже, да, покатался. Все ровненько ему светит, фарами доволен. Вообще, в целом, внешним видом автомобиля он доволен. Он говорит, ну, реально крутая тачка. То есть, я на нее смотрю, да, вживую ходишь. Много чего у меня автомобиль напоминает. Если сбоку посмотреть, вот определенными ракурсами, есть сочетание с GL. Посмотреть где-то вот Infinity. Ну, действительно, есть схожие черты. Jeep мне очень хорошо напоминает эта оптика. Но, с другой стороны, какая разница, что он тебе напоминает? Факт один, что внешне, когда смотришь на автомобиль, он симпатичен. И кататься на таком автомобиле в 2018 году будет действительно приятно, потому что машинка современная. 2018 год. Рассказывать вам о том, что на корейцах оптика идет диодная, либо смотреть, какая решетка, мы на это время тратить не будем. Открываем капот. Что у нас здесь встретит? Два мотора, 2,4 бензиновый на 188 сил, который работает с автоматической шестиступенчатой коробкой передач. Все тот же самый двигатель. G4KE. Ничего не изменилось. То есть, все отзывы мы про него уже давным-давно знаем. Мы снимали Hyundai Sonata с таким двигателем. Мы снимали Kia Optimum с подобным двигателем. То есть, все, ничего не изменилось. Тот же самый силовой агрегат. В нашем случае идет 2,2 дизель, 200 сил, 440 крутящего момента. И здесь новая, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Вот это действительно изменилось. Все остальное то же самое. Значит, с одной стороны, можно сказать, ну и что? Силовой агрегат те же самые. Что же нового? Кузов, понятное дело. Но с другой стороны, если вспомнить ту же самую Toyota, которая десятилетиями ничего не меняет, и люди покупают, потому что это надежно. Вот этот двигатель уже ставится с 2010 года на автомобиле. Он проверенный, он известный. Проблем с ним крайне мало. А все проблемы, которые есть, это пух, ерунда. Для того, чтобы не тратить на них время, вот, я вам сейчас их вывожу прямо на экран, вы можете сами почитать. Основное, ну что там бывает, масложор жалуется, то, что при динамической езде на 1000 км примерно может 500 грамм сожрать. Заходил на форум и читал. Я купил себе Sorento с таким же двигателем. Катаюсь, 12 тысяч проехал, заметил, что масло жрет, при этом я люблю притопить. А нафига мне та проблема, чтобы мне нужно было за маслом следить. Приехал к дилеру, рассказал о том, что, ну, это известная проблема. Друзья, если кататься на таком автомобиле, семейном, подчеркиваю, аккуратно, особо вас масложор напрягать не будет. Да и с другой стороны, что такое там, я не знаю, там на 5000 км маслица, подлее, следить за этим. Ну, это нормальное явление, можно делать. С другой стороны, да, согласен, лазить, а масло смотреть не каждый хочет. Здесь стоят современные пьезоэлектрические форсунки, при этом они не любят некачественного топлива. Это нормальное явление, это само собой разумеется. Как вы знаете, в России у нас качество топлива вообще страдает, а дизеля так и в частности. То же самое может быть потеря тяги, машина может как бы слегка глохнуть уже с большими пробегами. За этим нужно смотреть за топливным фильтром, который находится у вас в баке. Все остальные проблемы, и как бы это, знаешь, не особо дорого. То есть автомобиль, вот сам мотор непосредственно рассчитан примерно 250 тысяч плюс. То есть при должном обслуживании, при адекватной езде, машина действительно может много проехать. При этом турбовый мотор разгоняется до первой сотни 9,4 секунды. Автомобиль весит почти 2 тонны, 1900 килограмм. Его можно чипануть, и коробка у нас стоит восьмиступенчатая. То есть с точки зрения надежности, здесь можно поставить, ну, 4 с плюсом, скажем так, за силовой агрегат. В остальном же, пожаловаться, что на бензиновый мотор, что на дизельный мотор не на что. Моторы, в принципе, проверенные. Отзывы про автомобили уже давным-давно есть. Понятное дело, как везде встречает заводской брак, но с точки зрения головняка, этот автомобиль вам, головняк в подкапотном пространстве делать не должен. Бак у автомобиля 71 литр. Расход заявленный не должен превышать 10 литров. Если погоняться на нем, будет плюс-минус там 12-13 литров. Опять же, как гоняться? Если ездить в щадящем режиме, я думаю, здесь запросто можно делать в районе 8 литров. Поэтому автомобиль, с точки зрения экономии, тоже свои плюсы сделает. В любом случае, я езжу на газу, и мне это гораздо выгоднее. Но не об этом речь. Пойдемте посмотрим, что он нам покажет дальше. Дорожный просвет у нашего автомобиля 185 мм. Передняя подвеска независимая, амортизационная стойка типа Макферсон. Также есть стабилизатор задней, независимой, многорычажный. Но у нас сзади подвеска такая интересная. Там еще стоит пневмобаллон, который невозможно накачать. То есть нельзя сделать, чтобы автомобиль был выше-ниже. Для комфорта это реально плюс. Сделано для того, чтобы когда посадка в автомобиле загружена, ну скажем так, наклали вещей, дети ваши сидят, все здоровые, чтобы машина не проседала, и при этом вы получали удовольствие от управления на трассе. Плюс, ну конечно же плюс, с одной стороны плюс. С другой стороны интересно будет, что будет с ней там после трех зим. Покажет время. Если начать перечислять, чем автомобиль укомплектован, на это уйдет время. Контроль слепых зон есть, бесключевой доступ есть, навигация есть, подключить телефон там, чтобы он карты показывал, можно. Музыка хорошая, все есть. Что пишет непосредственно сам производитель? Ну как обычно, автомобиль стал больше, автомобиль стал чуть шире, увеличилась колесная база. Таким образом, места в салоне стало больше. Посмотреть на автомобиль, вот сбоку, да, вспоминается предыдущий кузов. И предыдущий кузов тоже был красив. Если смотреть на жопу, да, вот эта жопа мне уже напоминает маленечко Mercedes вот этими частями. Ну в любом случае, да, как придираться к автомобилю? Ничего грандиозного, прям вау, здесь нету, но с другой стороны, силуэт автомобиля действительно красивый. Поэтому сказать о том, что тачка так себе, но я лично не могу. Своё мнение вы можете высказать в комментариях. Колеса идут 18-е, передние и задние тормоза дисковые. Если взять топовую версию, там колеса будут 19-е. Дополнительная шумка арок сделана у автомобиля. Полный привод здесь подключаемый. То есть изначально автомобиль идёт переднеприводный, но если вдруг какие-то пробуксовки, подключается полный привод. Он имеет такое красивое название H-Track. Если выехать на бездорожье, смотрел пару тест-драйвов на зимней резине, ну в общем, как обычно. Всё, даже перечислять не хочу. Всё то же самое. Семейный автомобиль для нужд следующего характера. На дачку съездить, куда-то там за город выбраться, всё. Кататься, ехать на бездорожье 185 мм просвет. О чём это говорит? Паркетник городской, всё. Никакие грязи ему нахрен не нужны зимой, проблем не будет. Вот раньше жопа была по сути же почти такая же, с точки зрения даже выхлопа. Также были два патрубка с правой стороны. Вот согласитесь, да, если бы точно такие же сейчас взять, копировать, вставить, совсем другой вид будет. Ну гораздо интереснее, не знаю, мне вот кажется, что прям круто было бы. Свес достаточный, багажник у нас огромный. То есть здесь более 700 литров багажник. Если сложить его, там практически доходит до 2000. Посмотри, подошёл, да, всё у тебя с кнопочек сделано. Но с другой стороны багажник за счёт того, что здоровый, вот сюда что-то положить такое, ну можно запачкаться. У меня одна мысль приходит в голову, там знаешь, можно положить ламинат. Вот ламинат можно настелить, тогда всё будет круто. Снизу у нас здесь, как обычно, шторки спрятаны. Всё спрятано. Запасное колесо находится снизу. Вот это, с одной стороны, минус. С другой стороны, я 10 лет откатался на автомобиле. У меня уже пробег более 300 тысяч. Я ни разу не пользовался запасным колесом. Поэтому для меня вообще есть, здесь нет, оно здесь нафиг не нужно. Но с другой стороны, дело полезное и нужное. Музыка премиальная стоит в автомобиле. Играет действительно хорошо. То есть, для кого автомобиль? Ну подчёркиваю, семейный автомобиль. Не понравился тебе Sorento, там более, он там наш квадратный. Вот, посмотри на Hyundai. По сути, одно и то же, один и тот же папа. Что ты в этот карман денег положишь, то в этот карман денег положишь. Разницы нет. Чем-то вас удивить, как, например, это можно было бы сделать у Vago. Нет. Есть две кнопочки, чтобы можно было сложить, поднять сидение. Есть прикуриватель дополнительно 12 вольт. Всё. Ручка. Кнопка. Всё ясно, понятно. Бросил, поехал дальше. Сидение настроено уже под меня. Присаживаюсь назад. Ручки очень удобные. Вот отметить стоит. То, что когда берёшь, открываешь, как-то приятно она в руке держит. Тактильное ощущение приятное. Посадка в автомобиле, да? Сидение здоровое, насколько я знаю. Их ещё можно регулировать. То есть, можно, оп, откинуться. Вот это, вот серьёзно говорю, мне вообще пофигу. На корейцев, на Hyundai найти вот. Но это комфортно. То есть, так вот сесть, откинуться и на дальняк можно поехать. Даже не то, что на дальняк, по городу кататься. Вот кайфуешь. И ноги я закинул под переднее сидение. То есть, помещаются кроссовки. Поэтому эргономика вот так вот на уровне. Отделочные материалы. Вот некоторые, знаешь, начинают бывать рассказ. Вот пластик, вот он жёсткий. Ну да, он жёсткий. Да похеру какой вообще пластик. Одно желание, чтобы он не скрипел, чтобы машина не была шумная. Сделано симпатично, красиво. А то некоторые хотят, чтобы и тачка дешёвенькая была, недорогая. И при этом, чтобы подделка была на уровне, как у BMW, там, не знаю, у Porsche. Друзья, не совсем правильно. Подлокотник у нас есть. Подстаканники. Климат-контроль у нас не раздельный. То есть, он не трёхзонный. Обдувы есть, да. Присаживайся. Многих удивляет эта обшивка потолка. То есть, ну, знаешь, симпатично сделано. Но да, как-то так необычно. Но с другой стороны, знаешь, необычно тоже в плюс. Возможно, какой-то материал завалялся, решили использовать по назначению. Кресло сзади поставишь, да? О, смотри, да, сама показывается. То есть, вылазим из автомобиля, даже не задел порогами. Тоже интересно сделано. Накладочки, фигадочки, всё присутствует. То есть, вот, смотрите, мне 28 лет. Купил бы я себе такой автомобиль? Скорее всего, нет. По одной простой причине. Мне сейчас больше нравятся седаны. У меня есть друзья, которым уже более 30 лет. У них есть двое детей. И я уверен, что показав им этот автомобиль, показав место сзади, показав багажник, они наверняка бы сказали то, что да, тачка классная. Я бы взял с удовольствием. Полный привод есть. Плюс, как он работает? По хрену. Абсолютно по хрену. Самое главное, чтобы он тебя не подводил в ежедневных условиях и не имел тебе мозги. Всё. Кому нужно бездорожье? Нива. Самый лучший вариант. Давайте присядем в автомобиль и посмотрим, какой интерьер нас встречает там. Посадка в автомобиль 185 дорожного просвета. Действительно комфортная. Залазишь вообще прям как сыр в масло закатываешься. Друзья, вот посмотрите на интерьер. Мы сейчас постараемся прям для вас общую картину взять. На мой взгляд, довольно-таки спорный интерьер. Потому что есть элементы очень крутые. Посмотрите по отделке. Вот эти части панели сделаны. Симпатично. Кожа обтянута. Смотрится очень красиво. С другой стороны, вот этот блок управления. Климат-контролем, подогревами. Ну, чисто хендайский. Вот сказать, что он некрасивый. С одной стороны, вроде бы нельзя. Но с другой стороны, сказать, что он красивый, тоже не могу. Такое спорное впечатление. То есть, как-то смотрится простенько. И самое главное, нам уже это знакомо. Опускаемся чуть ниже. Селектор переключения передач. Знакомый селектор. Управление всеми кнопками. Тоже всё знакомое. Ну, вот как сделано, знаешь, такой вот массивный островочек. С одной стороны плюс. Руль. Небольшой, приятный руль. Многофункциональный. Всё ясно, понятно. То есть, на нём даже останавливаться не будем. С левой стороны управление различными. Блокировку можно включить. Контроль слепых зон. Контроль за полосой. То есть, машина сама может парковаться. Сама может за вас ехать, условно. Некоторые тестировали эти функции. Если ехать по хорошей дороге, с хорошей разметкой, в принципе, читает адекватно. Приборная панель. Ну, здесь уже тоже, опять-таки, спорно. Мне напоминает прям какую-то Хонду. Почему-то, знаешь, такие вот цвета синие. Если выбрать спорт режим, красный будет. Завёл его, прокатился им по раз. Уже понимаю, что, ага, вот здесь тахометр, бензин. Ну, всё ясно. То есть, ничего такого, знаешь, нового нет. Многофункциональный дисплей. Вот к нему больше всего обычно вопросов. Потому что одни говорят, ну, китайщина. Ну, вот на самом деле, торчит здоровый. Другие говорят, блин, да классный дисплей. Чего вы прицепились. Музыка хорошая в автомобиле. Вот если сейчас на всё бы включить, прям вот долбит, так вот, ну, неплохо играет. Какой-то бренд у нас идёт. Я в музыке особо не разбираюсь. Поэтому просто Крэл. Короче, Крэл качает здесь нормально. Доработана шумка. Автомобиль, там, сплав начали использовать новый, который более прочный. При этом уменьшает вибрацию по кузову. Вот мы сейчас завели дизелёчек. Я слышал, как он работает прекрасно. Напрягает он мне? Да нет, на многих автомобилях дизельных он работает плюс-минус так же. За исключением, например, той же самой BMW. Когда мы брали на тест пятёрку даже дизельную, работает прям вообще идеально. Стоит поехать. Значит, сколько мы едем уже? Ну, двадцатку. Всё, двери закрылись. Уже особо не слышу его. Включить музыку, включить печку, там, либо кондиционер летом. Шума и вовсе будет меньше. Зеркала. По обзорности достаточные. То есть там сказали, что они здоровы. Нет, но они такие вытянутые формы. Зеркало внутреннего вида, да, с автозатемнением. Тоже заднее стекло-то у нас огромное. Поэтому как бы едем в такой коробочке. А в коробочке ехать очень комфортно с точки зрения того, что всё очень хорошо видно. К этому не придраться. 440 крутящего момента, 2,2 объём. Ну, для дизеля 440 это не прям вау. Потому что если его чипануть, крутящий поднимется. Был бы какой-нибудь трёхлитровый дизелётчик. И вовсе было бы плюс 550 крутящего. Ну, не для гонок машина сделана. Сделана для что? Для уверенного обгона, чтобы ты там с светофорчиком мог спокойно поехать. Сколько? 20-очка, да? Ну, давайте вот газку. Оп. Подхватик есть. Ну, серьёзно. И мы едем в обычном режиме. То есть 60 очень хорошо подхватил. Сейчас посмотрим, что он покажет нам на прямых участках. Отличный участок. 40 километров в пол. Вот мы в горочку едем, в лёгкую. Сотка. А вот знаете, когда мы там ехали, слегка дали. Подхват был гораздо интереснее. Здесь же, ну, блин, разгоняемся мы, ну, так себе. Подчёркиваю, автомобиль весит практически 2 тонны с двумя пассажирами. В чём минус теста нового автомобиля? Вот сейчас ты едешь, да, вот кажется, что вообще всё идеально. Шум, вот мы сотку едем. Вот серьёзно, очень тихо. От дизеля вообще уже звука нет никакого. Подвеска сейчас собранная. То есть проезжаем какие-то неровности. Реально глотает. То есть вот нет такого. Когда автомобиль там с пробегом 100 тысяч, тут уже интересно. Садишься, вроде бы он исправный, но с другой стороны всё равно уже совсем по-другому машина едет. Предыдущий Santa Fe как раз там жаловали, судя по тому, что он чересчур жестковат. Здесь, как бы, такого сказать не могу. Но опять-таки, вот я ищу дорогу плохую. Смотрите, всё ровненькое. Посадка очень хорошая с точки зрения того, что паркетник высоко сидишь, всё видно. Подлокотничек, сел, кайфуешь, едешь. Системы помощи с одной стороны помогают, но с другой стороны нафиг они не нужны. Потому что я вот, например, хочу препятствия объехать, а он мне как бы говорит, не надо тебе выезжать на полосу встречного движения, держись в своей полосе. Вот кого я вижу за рулём такого автомобиля? Человек, который хорошо зарабатывает, у которого есть деньги, чтобы купить автомобиль подороже. Ну, он просто говорит, а зачем? Вот автомобиль я взял, на дачку съездил за город, квартиру у меня есть, дети, комфорт получаю. Гонки мне нахрен нужны, дизелёк, экономичность, надёжность. На вторичке продать его проще будет. Одно скажу, многие говорят, типа, вот 2.8 за топовую версию, 2.5 за среднюю комплектацию, да это перебор. Согласен полностью. Но в этом не корейцы виноваты. Мы же с вами одно и то же постоянно повторяем. Экономика такая. Я в 2013 году покупал себе компьютер, MacBook, за 45 тысяч. Сегодня вот точно такое же стоит 120, в такой же комплектации. В три раза цена практически выросла. Ну, что это такое? И с автомобилями цены постоянно растут, они только будут расти. Это когда скидки идут такие, знаешь, в кавычках сразу. Скидки, приезжайте, покупайте. А то, что цены, на моём опыте, за последние полгода у некоторых производителей поделились уже по 4 раза. Об этом никто не говорит, никто не афиширует. В декабре опять будет поднятие цен. Это жопа самая натуральная. И поэтому вот эта тачка за 2.5 ляма, с учётом того, что на ней можно будет лет 5 смело откататься, это хороший вариант, вот серьёзно. И корейцы в этом плане, вот многие их нахваливают сейчас, говорят, вот они уже подобрались, то есть альтернатива японцам надёжные проверенные автомобили делают. Да, это так и есть. И по укомплектованности всё круто. Вот такого же плана Audi какую-нибудь собрать или BMW. Да ты бабок отвалишь бешеных, чтобы у тебя камеры были, навигация была там и так далее. Но это просто будет перебор. Поэтому пока что, ну блин, что тут говорить, да лидируют. Естественно, ты там выйдешь сейчас с X6 какого-нибудь, а не знаю, с X7. Скажешь, что для меня это вот фигня не машина, не красивая. Ну, возможно. Ну, пожалуйста, купи себе тачку за 6-8 миллионов. То есть на любой кошелёк сейчас предложение есть. Вот единственное место в городе, где я могу проехать и почувствовать хотя бы работу подвески. Она работает, я чувствую. Она работает где-то там, внизу. Напряга вообще никакого нет. Если с музычкой ехать, просто кайфуешь сидишь. 18-е колёса. И ещё сзади какой-то там пневмобаллон модный стоит новый. То есть, ну, что тут поговорить. Тем более машина новая, собрана. Ну, реально очень хорошо. Понятное дело, там расхлябанная она станет там через годик-два. Либо там через 50-60 тысяч км. Катаемся на автомобиле. Настроил всё под себя. Словно вообще дома. Вот серьёзно, словно дома. Словно всегда на нём ездил. Можно сто раз камеру посмотреть. Но обратите внимание на то, что размытое. То есть тут не секрет. У немцев это гораздо чётче и круче сделано. Приборки гораздо интереснее сделаны. Вот смотрел Octavia какую-то новую приборку ставит. Ну, реально компьютер. Прям вот интересно сделано. Графика очень хорошая. С другой стороны, есть всё самое необходимое. Вот всё, что тебе нужно от этой тачки у тебя будет. Если ранее ты ездил на каком-нибудь автомобиле попроще, и тут ты заработал, появилась у тебя возможность пересеть на такой паркетник, однозначно будешь доволен. Вот сороке, полтиннички едешь, так раз газку даёшь. Цепляется очень быстро и прям разгоняться начинает довольно-таки адекватно. Если взять 0,100, газу в пол дашь, ну, пацаны, 9,4 заявленный разгон. То есть это не прям вау. Но для такого автомобиля это достаточно. И пришло время сделать выводы. 2 миллиона 500 тысяч рублей текущая комплектация. Стоит её брать? Делать выводы здесь только вам. Есть возможность, пожалуйста. Ну, просто не стоит забывать о том, что автомобили классом выше, с более лучшей отделкой, более интересные по моторам, стоят гораздо дороже. Покупая этот автомобиль, содержание не такое дорогое. Практичный автомобиль, семейный автомобиль. С другой стороны, кореец. И многих это смущает, потому что отдавать 2,5 ляма за корейца, не каждый готов. Вот за 2,5 ляма я бы взял. Напишите, что. Друзья, нет смысла размазывать кашу по тарелке. Мотор тот же самый. Коробка новенькая, восьмиступенчатая. Всё. Да, автомобиль интересный стал с точки зрения внешнего вида. Он доработан, переработан. Ну, новый автомобиль, действительно. Есть интересные решения с точки зрения диодных ходовых огней. Задняя подвеска. Интересно сделано. Места стало в автомобиле больше. На мой взгляд, это хороший, хороший, глубокий рестайлинг. Именно так должны выглядеть рестайлинговые версии автомобилей. А не тогда, когда у них фары немножко изменились, задние фонари немного изменились. И всё. Вот это вот прям глубокий, чёткий рестайлинг. Но ценник, конечно же, 2 миллиона базовая версия. 2,850 топовая версия. Это, конечно, круто. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу этого автомобиля. Какие автомобили дальше нам стоит снять. Будем стараться, будем делать. У меня на этом всё. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока.